Доллар и евро продолжили свой рост на первых за последние пять дней торгах. Американская валюта превысила порог в 110, а европейская в 120 рублей. Некоторые граждане в такой ситуации прибегли к традиционному шагу. Начали скупать продукты длительного хранения. Насколько адекватны такие меры, разбиралась наша съемочная группа. Резкое увеличение спроса на бокалейку отмечается в целом в ряде регионов России. Видя нарастающий вал санкций, падение курса рубля относительно иностранной валюты, часть граждан бросилась закупать впрок сахар, гречевую крупу, подсолнечное масло и другие продукты длительного хранения. То есть повторяется ситуация двухлетней давности. Как и тогда, ритейлеры изо всех сил пытаются успокоить покупателей. Товарный запас у нас есть и в достатке. Сейчас у нас на два месяца запаса, плюс еще на складе где-то на пять месяцев точно есть. Спрос большой на бокалей, на бытовую химию, но хочу всех успокоить, что товар есть и нет смысла беспокоиться и покупать впрок. Впрочем, в тверских магазинах мы не заметили какого-то ажиотажного спроса на те же сахар, гречку или макароны. Причем на полках достаточно даже товаров откровенно эконом-сегмента. Большинство опрошенных нами горожан также считают, что не стоит сметать упаковками продовольствия с длительными сроками хранения. Ни в коем случае не надо паниковать. Продуктов хватает на всех и хватит, я думаю, надолго. Я считаю, что да. Почему вы так думаете? Мы без этого не живем. Россия. Вы заметили, может быть, что каких-то продуктов стало меньше? Меньше. Меньше не стало. Продуктов все так есть. Думаю, нет. Почему вы так думаете? Ну, в принципе, какой сейчас смысл? Как бы обостренной какой-то обстановки именно непосредственно в России нету, соответственно. Пороть горячку, я думаю, еще рано. Ну, а кажется, цены растут. Даже земля какая-то и то каждый день дрожает. Много не надо, я считаю. Вот я сейчас купил много. Но это для Донбасса и для Луганского. А вы заметили какие-то изменения на полках? Может быть, товар остался меньше продуктов или как? Да нет, не заметен. Ну, я думаю, что особо нет. Только на ближайшее самое время. Цены поднялись, подскочили. Да, но не очень резко, смотря на какие товары. Правда, все это не означает, что властям, в первую очередь федеральным, надо сидеть сложа руки. Например, одна из сетей, торгующая электроникой, уже объявила о повышении цен на 30%. При том, что речь наверняка идет о товаре, закупленном по прежнему курсу. Все попытки необоснованного переписывания ценников нужно пресекать на корню, отмечают экономисты. В государственной структуре, которым поручено регулировать и отслеживать ситуацию с ценообразованием, я пока их работу не вижу. Не вижу заявления ФАС, не вижу заявления других структур, которые должны за это следить. Это привело к тому, что действительно в магазинах мы наблюдаем уже другие ценники. Что касается создания продовольственных запасов, то здесь эксперты напоминают. Не надо путать крупы и макароны с консервами, которые действительно могут храниться годами. А вот пшену или гречки лучше не залежатся в кухонных шкафах, если вы, конечно, не хотите выбросить их из-за жучков или моли. Большинство экспертов сходится во мнении, что запасаться продуктами не имеет смысла, так как они не могут храниться вечно. Да и дальнейшего многократного роста цены на основные группы самых ходовых из них, скорее всего, не произойдет. А вот что касается электроники или, скажем, автомобилей, то приобретать их с инвестиционной целью уже, скорее всего, поздно. Так как цены на эти товары импортного производства уже давно взлетели на беспрецедентный уровень.